Становление самбо, а если быть точнее самообороны без оружия, пришлось на 20-30-е годы, когда молодое советское государство остро нуждалось в защите. Так, 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ номер 633 о развитии борьбы самбо. С тех пор свою эффективность самбо не раз доказывала в боевых условиях. Но лишь в 1966 году самбо была официально признана международным видом спорта. Хотя, по большому счету, и до сих пор этот вид борьбы считается исконно русским. Россия вот уже несколько десятилетий беззаговорочный лидер в этом виде. Приятно, что среди тех, кто выступает под флагом России, немало и наших земляков. А брянская школа самбо по праву считается одной из лучших в стране. За 75 лет у нас прошло. Ребят, которые стали настоящими мужчинами, есть и в администрации, работают очень много в силовых структурах, ну и в различных. Поэтому самбо является одним из прикладных видов спорта, а самооборона без оружия. И поэтому самбо уже в мире настолько признанно, и когда происходят М1 или там бои без правил, то обычно борцы 80% самбиста побеждают. Мало какой регион страны может похвастаться таким количеством победителей и призеров мировых и европейских чемпионатов. Четырехкратный чемпион мира Виталий Минаков, чемпион мира и Европы Артем Осипенко, победительница первенства Европы Виолетта Браченко. Это те, кто уже вписал свои имена в историю самбо. Можно выплеснуть свои эмоции, оставить их на тренировке. У нас очень дружественный коллектив. Именно это, наверное, меня больше привлекло в самбо. В Брянский юбилей по традиции решено было отметить турниром для юных самбистов. На этот раз за награды боролись спортсмены 1998-2000 годов рождения. Самбо – универсальный и очень доступный вид спорта. Именно поэтому в последние годы он становится все более популярным среди молодежи. Родители сказали, что ты мальчик, ты должен за себя постоять, уметь заступиться за кого-нибудь. Ну и отдали мне самбо. Мне понравилось, я начал заниматься. Дмитрий Кузнецов, Евгений Седачев. События. Брянск.